Одну из самых ярких и красивых пани в популярном юмористическом сериале «Кабачок 13 стульев» сыграла прекрасная актриса Виктория Лепко. Даже не верится, что 20 июля прошлого года заслуженная артистка отметила свой 80-летний юбилей. Она прекрасно выглядит и излучает счастье, за которое благодарит своего четвертого мужа. В этом видео я расскажу о том, как складывалась личная жизнь восхитительной пани, как она пережила потерю первого мужа, сына и внука. Почему, несмотря ни на что, в свои 80 лет она называет себя самым счастливым человеком? Родилась будущая актриса в 1941 году в семье знаменитого актера театра сатиры Владимира Лепко и балерины Антониной Крупениной. С детства Вика мечтала о сцене. Сначала девочка занималась балетом, а потом решила стать актрисой. После школы она поступила в Щукинское училище и, еще будучи студенткой, получила главную роль в фильме «Колыбельная». Я маленькая была, где домик? Века разлилась, дамбу строили. Холодно было, ветер. А мы им кипяток таскали. В чайниках. Молодую актрису заметили и пригласили в проект «Кабачок-13 стульев». На момент съемок Виктории было 25 лет. Режиссерам понравилось то, что девушка была похожа на иностранку. В итоге роль пани Каролинки прославила Лепко на всю страну. Мужчины сходили с ума. На адрес актрисы приходили горы писем, в которых поклонники объяснялись Виктории в любви. Что-то у вас память устала, пан Владок. Я же вам объясняла, что завтра у меня отгул за ту пятницу, которая пошла отгул за этот вторник. Вы что, забыли? Однако у этой славы была обратная сторона. За актрисой закрепилась амплуа веселой и обаятельной польской красавицы из популярной телепередачи. И режиссеры не спешили звать ее на главные роли. В театре тоже было не все гладко. У знаменитой пани случился неприятный инцидент с режиссером театра «Сатиры» Владимиром Плучиком, который был известен своими служебными романами. По словам актрисы, режиссер намекнул ей на то, что сделает из нее звезду театра, если она согласится быть с ним. Гордая пани отказала, за что Плучик не взял ее в труппу своего театра. Позже это место заняла более сговорчивая Татьяна Васильева. Но актриса не опускала руки. Она устроилась в малый театр, работала на радио, а затем вместе с коллегами открыла собственный театр «Вернисаж», где сыграла более 70 ролей за 12 лет. А вот фильмография актрисы невелика и состоит всего из 19 картин. Что касается личной жизни, то за плечами Виктории Владимировны было 4 брака. Ей приписывали романы с такими именитыми актерами, как Олег Даль, Андрей Миронов и Виталий Соломин. Одно время за красавицей актрисы ухаживал сам Владимир Высоцкий, но и ему она не ответила взаимностью, ведь на тот момент актриса была замужем. Впервые Виктория вышла замуж в 22 года, и этот брак был окружен скандалом. Дело в том, что избранником актрисы стал ученый-инженер Борис Рыжковский. Мужчина был женат, воспитывал сына, а его супруга служила с мамой Лепко в одном театре. Не мудрено, что родители Виктории были против этого романа. Однако страсть оказалась сильнее. Виктория просто ушла из дома и стала жить с Борисом в съемной комнатушке. Позже пара поженилась, а в 61 году у них родился сын Антон. Рождение внука сплотило семью и примирило родителей Виктории с зятем. Однако спустя 7 лет семейному счастью пришел конец, а причиной стала банальная измена супруга. Это была, конечно, безумная любовь у меня первая. Я думал, сойду с ума от ревности и горя. А вот характеристика того вашего брака. Актриса глубоко обиделась на мужа и даже единственному сыну Антону дала свою фамилию. Правда, чувства между бывшими супругами не угасли до конца, и они периодически встречались. Поэтому, когда в 1972 году Борис неожиданно погиб в авиакатастрофе, это стало для Виктории большой трагедией. Три месяца актриса заикалась от перенесенного стресса и 10 лет отказывалась летать на самолетах. Пустите меня сейчас же. Мне стоило большого труда не поцеловать вас. Трудитесь, трудитесь. Может, вам удастся стать человеком. О дальнейшей личной жизни Виктория Лепко рассказала лишь однажды в интервью. После первого брака в ее жизни было еще двое мужчин, о которых известно совсем немного. Один из них был гитаристом и исполнял романсы. Настоящее счастье актриса обрела лишь с четвертым мужем – физиком Владимиром Жихаревым. Они познакомились совершенно случайно на вечеринке у друзей и больше не расставались. 25 лет влюбленные сожительствовали и лишь затем оформили брак официально. Виктория и Владимир счастливы вместе уже почти 40 лет. Владимир сменил профессию ученого на предпринимательскую деятельность в сфере полиграфии и всегда был верным тылом для Виктории Владимировны. Я так счастлива. Нет, действительно, мне с ним очень хорошо. Он настоящий друг, он верный. Он труженик необыкновенный. Он все время что-то делает. Однако это счастье не раз омрачали беды и утраты. Сначала под колесами автомобиля погиб 9-летний внук актрисы Егор. Но тем не менее я все равно благодарю Бога за все. Потому что я считаю, что это было все равно счастье, что Бог мне послал такого ангела. Он был со мной 8 лет, 9 почти. Затем из жизни ушла любимая мама Виктории Лепко. А в 2013 году после продолжительной борьбы с онкологией скончался единственный сын актрисы. Ему шел 52-й год. Мужчина не пошел по стопам своей знаменитой мамы и выбрал профессию краснодеревщика. Позже работал театральным художником и декоратором. Антон был женат и воспитывал четверых детей. Поэтому утрата сына стала большой трагедией не только для Виктории Лепко, но и для всей его семьи. После всего пережитого актриса обратилась к Вере. Она стала регулярно посещать храм и соблюдать церковные предписания. Несколько раз Виктория Владимировна совершала паломничество в Иерусалим. Сейчас 80-летняя актриса прекрасно выглядит и окружена заботой и любовью со стороны родных и близких – мужа, невестки и внуков. Ее младшему внуку Филиппу уже 27 лет. Актриса нашла новые увлечения. Она пишет стихи, входит в союз писателей, издала два поэтических сборника и книгу мемуаров «Вне игры». В театре она давно уже не играет, но выступает на творческих вечерах, где читает свои стихи. Остается лишь пожелать замечательной актрисе здоровья и долгих лет жизни. Вы знаете, гениальная фраза Пастернака – «Над всех друг к другу посылает Бог». Я точно это знаю, это чувствую. Поэтому я каждый день и час благодарю Господа за всю свою жизнь, несмотря на все ее страшные полиции. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.